Всем здарова, с вами был Мистер Рейсер. Сегодня я вам расскажу, стоит ли покупать RDR2 на ПК и вообще стоит ли в неё играть. И в конце видео вы узнаете ответ на этот вопрос, потому что вы, во-первых, сами для себя решите, стоит ли её брать или нет. А во-вторых, я вам ещё дам совет. Ну, а сначала мы начнём, пожалуй, с насущного вопроса, это оптимизация, потому что с этого и нужно начинать. Смысл ли вообще брать игру, если она у тебя её не потянет? Если комп её не потянет. И, в принципе, RDR2 не такая плохая по оптимизации игра, как многие сейчас говорят. Просто у меня средний компьютер по видеокарте. У меня, ну, сейчас эта видеокарта лучше по цене и качеству, но она средняя, то есть это не high-end, это mid-end и, в принципе, это адекватное видео, чтобы поиграть. И у меня на средне-высоких настройках, сейчас я вам их покажу, 60 кадров практически всегда. Кроме жёстких мест. Ну, то есть я это всё сам настроил, поэтому у меня и такой хороший FPS. Потому что освещение, например, оно сильно гасит систему. Тени мне, например, не нужны. Вода очень сильно гасит систему. И MSAA тоже гасит систему. Ну, то есть вот это всё можно найти в интернете и, в принципе, достаточно легко настроить свою систему. Главное, не ставить всё на высокий и подумать. И чтобы потом не бомбить на то, что оптимизация плохая. Потому что обычно бомбят те, у кого плохие компы и кто не умеет настраивать. Потому что графика в этой игре даже на минималках отлично. Поэтому, я не знаю, просто все привыкли к тому, что если не тянет на высоких, значит плохо. А графика и на низких отлично. Потому что я сам играл и могу сказать, что, ну, графон неплохой. Неплохой реально для низких. Это не мыло. Не мыло вообще. Вот, то есть мы уже плавно переходим к графике и она тут божественная. Потому что освещение, это просто, ну, царский графон. Вы сейчас можете посмотреть на своих глазах вставку на моём компе, сделанную пару дней назад. То есть, да, вы видели. То, что графон достаточно прикольный. И он, особенно освещение, поражает взгляд. Отражение тоже достаточно хорошее. Особенно свет. Вот, свет реально, от света я могу говорить вечно. Потому что в этой игре он очень прекрасный. И вы это сами только что видели. Текстурки достаточно хорошие. Да, трава, конечно, если в неё так вглядеться, это такое себе. Ну, посмотреть. Но, вы понимаете, когда вот так вот идёшь, ну, ничего не видно. То есть, всё вполне адекватно. И это, в принципе, не морочит глаз, если ты не с канала Digital Foundry, которые могут всё проанализировать. Вот. Также по поводу игры. Графон, это важно, конечно. Самое главное, это геймплей. Геймплей тоже достаточно важный. Потому что в эту игру, я считаю, можно играть вечно. Почему? Потому что в этой игре постоянно что-то происходит. Хоть и мир большой, и когда вам нужно ехать от одного задания к другому, вы можете встретить какого-нибудь чувачка, которому нужна помощь. Ну, вот, например, рандомный человек. Я могу просто с ним побазарить, и всё. Либо я, например, еду, и могу встретить какого-нибудь рандомного человека, которому нужна помощь. И это достаточно прикольно. То есть, игра не надоедает. Быстрые, долгие перемещения становятся быстрыми, когда ты проходишь какие-то квесты, когда ты что-то делаешь, то есть, любуешься. Вот, ну, реально. Вот, я до этого момента постоянно проходил сюжеты, бегал. А сейчас я вот с такой медленной скоростью даже иду, и меня это вообще не раздражает. Хотя раньше меня это раздражало, потому что, реально, смотря на графон, можно забыть вообще о всём, и просто любоваться игрой очень долго. Ну, вот, реально, графон очень прикольный. Конечно, YouTube передает это не так, но, вот, реально, в игру стоит поиграть это 100%. Ну, мы сделаем вывод уже ближе к концу ролика. Вот, а сейчас дальше поговорим про геймплей. Также, ещё в чём прикол этой игры? То, что у нас есть здоровье и коня, и себя. Выносливость. Вот, посередине значок молний. Посередине внутри, видите, он не полностью заполнен. Этот значок внутри означает то, что, чем больше он у меня, тем быстрее восстанавливается оно. И это тоже достаточно прикольно. Как здоровье коня, то же самое. Также, например, сверху вы можете посмотреть, в каком я районе нахожусь, время и градусов Цельсия, температуру. Потому что температура очень важна в этой игре. Например, если вы идёте в горы, в тонкой одежде, вы там замёрзнете. И если вы идёте наоборот, в пустыню, в тёплой одежде, вы там сгорите по факту. И это очень влияет на восстановление здоровья. То есть, оно падает. Оно очень сильно падает. Вот. И, например, как у меня сейчас, вот, выносливость. Она достаточно сильно упала, поэтому мне бы, по идее, надо переодеться. Потому что, ну, посмотрите, в какой одежде. 20 градусов, но это жарко. То есть, мне нужна какая-нибудь рубашка, да и всё, и не парится. Поэтому, ну, типа реально, это достаточно прикольно. Вот это сделали. Про температуру. Освещение, вот, опять, вы можете посмотреть. Туман какой-то. Олени там едят что-то. Прикольно, прикольно, прикольно. Дальше у нас есть, например, различное оружие. Мы, например, можем стрелять с двух рук. Это очень прикольная вещь. Также куча пушек есть. Ну, это и, как бы, тут все уже знают про это. Есть лассо, которое достаточно прикольное. Ну, вот, меня не испугает, что я достал лассо. Ну, лассо, наверняка, все знают его прикол. Типа, ну, реально, оно прикольно. С ним можно пофаниться. Также у нас есть предметы, чтобы восстанавливать еду, выносливость, меткий глаз. Вот, вот, это, этот значок с глазом, означает то, что мы можем включать замедление и стрелять в замедлении. Это достаточно прикольно тоже штучка. Но здесь, как бы, дуэли тоже в этой игре. Они прикольные, когда ты вытаскиваешь пушку и тут же стреляешь. Вот, например, сейчас я, например, мне нужна выносливость, поэтому съемку кукурузы. Вот, также есть вид от первого лица. Он тоже достаточно прикольный. Можно полюбоваться игрой. Также скинем это графическая камера. Это тоже отдельный разговор с ним уже вообще блокбастера какие-то записывать. Да, игра, конечно, божественная. Также, например, когда мы проходим какую-нибудь миссию, нам дают карточку, например, вот рассказываем миссию. Был чувак, мы его встретили в баре, он нам дал карточки, типа, давай, поможешь мне найти всех этих стрелков и фотографировать их. Я тебе дам награду. И дал карточки про этих людей, на которых написано их... Как-то, последнее местоположение и вообще их досье. Ну вот, например. Есть карточка, я переворачиваю и тут могу прочитать, что в последний раз этого стрелка видели около болота Blue Water. И, значит, я туда и поеду. Это достаточно прикольно. Ну вот, например, мы сейчас слышим, что кто-то стреляет тут рядом. Можно, в принципе, разведать обстановку, кто стреляет. Давайте посмотрим, интересно, кто это. Он, например, мне сообщает, что коня нужно помыть. Ладно, ладно. Да, нас уже там пытаются запрессовать, поэтому давайте убежим. Ну, то есть, типа, реально... Тут все прикольно. После записи их, конечно же, урою. А так, игра реально прикольная. То есть... Мне нравится эта игрушка, и в нее можно играть вечно. Она мне надоедает. И вот, значит, переходим уже к выводам. Выводы этой игры очень просты. Если вы хотите долго... Я всем советую сыграть в эту игру. А те, кто хотят... Те вообще любят долгие игры. Те, кто хочет игру, которая не надоест. Которая прикольная по сюжету. По сеттингу. Очень хорошая проработка. И если вы хотите технически хорошую игру. То берите ее, конечно же. Вот стоит ли ее покупать именно... Саму игру? Не знаю. Потому что онлайн не сказать, что супер и топовый. Поэтому я бы... Я ее не купил. И я бы ее не купил. Потому что просто из онлайн. Если бы он был бы божественный, то да-да. А так, ну, онлайн такое себе. Поэтому либо можно ждать пиратку. Но я советую купить оффлайн-активацию. Потому что это быстрее и адекватнее. Как я, например, и сделал. Поэтому всем советую сыграть эту игру. Покупать ее или нет. Решать вам. Но активацию точно можно купить. Не такие уж это и большие деньги. Чтобы познакомиться с игрой раньше, чем пиратчики. Поэтому... Ну, вот так. Ну, а на этой прикольной ноте мы с вами заканчиваем. С вами был канал Mr.Racer. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok